Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы продолжаем вместе с вами изучать книгу «Деяний святых апостолов». Читаем 21 главу. И получается так, что самое начало, оно как бы увязывается с окончанием предыдущей главы, а в прошлый раз мы что вспоминали? В самом конце 20 главы это беседа апостола Павла с эфесскими пресвитерами. Сама беседа, она в Мелите проходит, пригласили эфесских пресвитеров, и вот он преподает им, это такая прощальная беседа, потому что он понимает, что уже не увидит никого из них, и узы его ожидают, и его с такой горечью провожают. И, значит, вот на этом месте как раз начинается 21 глава. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Коз, на другой день в Родос, и оттуда в Потару». А здесь евангелист Лука, и он же идеописатель Лука, он описывает буквально те пункты, которые они посещали. Все плавание он не описывает, а просто, что, ну, вначале вот греческий остров Коз, потом Родос, а затем Потар, Потар – это город уже на побережье Малой Азии. «И найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли». Вот это интересное такое указание, «найдя корабль, идущий в Финикию». Получается так, что апостолы, они, как проповедовали, они искали транспорт, который шел в том, в нужном направлении. То есть не просто везде они там пешком ходили, а непременно с каким-то вот транспортом, ну, как правило, это водный транспорт, корабли, и можно было добраться до любой точки нужной, и там уже проповедовать. И в данном случае это был попутный корабль, который плыл в Финикию. И, значит, читаем дальше. «Быв в виду Кипра и оставив его слева, получается так, что Кипру же они не посещают, посещали его только в первой миссионерской путешествии, а потом там проповедовал уже Варнава вместе с Марком. И Павел уже проплывает мимо. «Мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля». То есть у корабля свои задачи – перевозят какой-то груз, там какие-то купцы нанимали этот корабль, и, соответственно, вот там вот разгружались. А тем временем у апостолов, у них остановка необходима. «И найдя учеников, пробыли там семь дней». То есть у кого остановились? У учеников, у первых христиан. И мы видим, что в то время отношения между христианами были более такие вот открытые, более взаимные, дружественные, потому что, ну, у кого еще было останавливаться? Только у своих. А свои кто? Свои – это те, которые христовы, те, кто по заповедям христовым живет и считал, что не предаст, не обманет он тебя, не подведет. Поэтому оставались именно у христиан, и они, конечно же, поддерживали, давали какое-то пропитание. Там пробыли семь дней. Но при этом, что интересно, что эти вроде бы простые ученики, у которых пробыли семь дней, но тут же сказано, «они по внушению духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». Получается так, что эти простые христиане, они уже отвечали с прозорливостью. Уже на них дары благодати Святого Духа. Собственно говоря, это давалось прямо вот в момент крещения и то, что мы называем миропомазанием. А тогда было возложение рук, при котором нисходил Дух Святой и наделял особыми дарованиями. И то, что вот представьте себе, вот в Ветхом Завете очень мало было пророков, которые, ну, могли что-то вот провидеть, прорицать, но не так много. А в Новом Завете уже среди первых христиан очень много людей отличались этим даром, даром пророческим. И в частности, что тут мы видим? Что они вот видят, что Павла ожидает нечто неприятное. Им Святой Дух это открывает. И, конечно, мы понимаем, что Господь, Он и вел Павла через эти испытания. И, собственно, вот этим ученикам им тоже это было открыто. Но они просят Павла по своему человеколюбию, по своей любви к нему. Они просят, чтобы он как-то сохранял осторожность. Проведя эти дни, мы вышли и пошли. То есть вышли из тех домов, где расположились у христиан, которые братские приняли. И нас провожали все с женами и детьми даже за город. То есть, понимаете, с какой любовью относились друг к другу? Как самым родным, как самым близким. И благодать Божия, принимаемая чистым сердцем, она действительно объединяла христиан того времени. А на берегу, преклонив колени, помолились. То есть, вот образ такой коленопреклоненной совместной молитвой перед путешествием. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Вот Лука описывает «мы», то есть он тут же присутствует, все это описывает непосредственно, как спутник апостола Павла. «Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Паталимаиду». Это уже, конечно, города на побережье со стороны Палестины. Ну, Тир, понятно, это ближе к Сирии. А Пталимаида уже ближе к Палестине, значит, в Пталимаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. И вот тут вспоминаются сразу те, помните, семь диаконов, деконов, которые были избраны когда-то, чтобы заботиться о пропитании неимущих, как бы пищись о столах, если по-славянски, потому что апостолам надо было проповедовать, и не могли они отвлекаться на какие-то хозяйственные нужды. И выбраны были семь диаконов. Среди них вот как раз вот Филипп. Но Филипп, что мы видели уже тоже в прежних главах книги Деяний, он достаточно быстро сам тоже стал проповедовать. Благовествовал и обратил ко Христу высокопоставленному вельможу царице Эфиопской, который приезжал в Иерусалим. И поэтому Филипп, он не просто диакон, он назван Благовестником. Благовестник, буквально, Евангелист, то есть он благовествовал Евангелие. Один из семи диаконов. Сказано, остались мы у него. И дальше вот интересно. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Представляете, какая семья, что четыре девицы, девушки молодые, и они уже прозорливые. То есть какая святая семья, что для нашего времени тоже очень необычно, непривычно, чтобы девушки, которые там уже, ну тоже, как-то, может быть, и свой характер хочется показать, да, и иногда там они в противовес родителям, и по своим каким-то вот страстям, там и раз пребывают, склойки какие-то свои. А тут получается, что уровень благочестия, он настолько высокий, что эти девицы, дочери, они пророчицы, прозорливые. Можно представить, в какой святости он воспитывал свою семью, своих детей. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Уидея некто пророк именем Агавы». Вот как получается. То есть и там пророчествующие дочери, значит, и тут еще пророк приходит один. Тут всюду одни прозорливцы, у первых христиан. А сейчас люди все думают, где бы найти какого-нибудь прозорливого старца, чтобы прийти к нему с вопросом, чтобы он там приоткрыл, что тебе и как. Ну, а зачем, собственно говоря, это нужно? Надо искать, конечно, не прозорливость, а мы должны искать чистого сердца, прежде всего, в самих себе. А зачем искать какого-то пророчества? Собственно говоря, что пророчествовали апостолу Павлу? Да ничего хорошего ему не предсказали, если так прямо сказать. И нам, собственно, что нужно, то Господь и так подаст. Что не нужно, оттого Господь тебя отведет. А сидеть там или в страхах мучиться каких-то, или думать, что тебе что-то чудесное, предскажут, и оно само собой исполнится. Ты просто доверься Богу. Ну, когда нужно, конечно, и прозорливый человек он действительно подскажет. Так вот, приходит некто пророк, имени Магав, и, войдя к нам, говорит Лука, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Получается, что Агаф, он не знал, чей этот пояс, а Господь уже открыл ему, что человек, которому принадлежит этот пояс, он будет связан им, в общем, судим. Да. Причем Агаф пророк употребляет такой несколько необычный способ, он себе связывает руки и ноги, это в стиле, конечно, ветхозаветных пророков, ну, кто-то там из ветхозаветных пророков, он полностью раздевался, ходил ногой, ну, в том смысле, что тоже сыновья народа израильского будут ноги и уведены в плен, да, или кто-то там себя в колодке самого себя помещал, то есть тоже это как образ того, что ожидает представитель народа Израиля, вот это пленение, которое потом и свершилось, то есть это символическое указание, это пророческое такое символическое указание путем некоего действия, что вот этот вот именно произойдет с человеком, о котором говорится. Ну, в данном случае говорилось про Павла, и тот же самый пояс Павла, помните, говорилось, раньше читали мы, что платки и опоясание с одежды его, они доставляли, они настоящие чудеса вершили, исцелялись больные, из одержимых бесами исходили вот эти нечистые духи, благодать Божия проявлялась, но это не значит, что сам святой человек, он в нашем мире превратном и скорбном будет избавлен от всех скорбей превратности, то есть таков мир, поэтому хочешь не хочешь, будешь страдать, нести испытания, и к Павлу это напрямую относится. Поэтому тот же самый чудотворный Павлов пояс теперь служит символом его дальнейшего страдания. Значит, мужичи этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошний просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Это понятно, они же любили Павла, и к тому же он был таким ведущим проповедником, но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое, то есть сокрушаете. Ему тяжело было слышать, как о нем скорбят, как о нем переживают, и от этого его сердце само сокрушалось. Он продолжает, я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда-то он гнал христиан, и некоторые христиане были умершляемы, а теперь он сам готов умереть в Иерусалиме за имя Христовое. Вот оно чудо, чудо действия благодати Божией. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Потому что, как ни крути, воля Божия, она благая, угодная, совершенная, и воля Божия даже сами наши испытания и страдания обращает ко благу. И, в общем-то, вот эти узы Павла, они послужили лишь еще большей проповедью, так что он в итоге даже в Рим с проповедью попал. Поэтому лучше так и говорить, да будет воля Господня. После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. Видимо, вот этот Мнасон, кипрянин, то есть родом с Кипра, был очень таким гостеприимным человеком, и вот ради этого гостеприимства имя его внесено в книгу деяний. Может быть, за счет этого гостеприимства он и спас свою душу. Это одно из добродетелей. Странно приимство, не забывайте, сказано. Ибо так некоторые, сами того не зная, оказали прием, приняли ангелов. Ну, тут речь про, конечно, Авраама говорилась, потому что он, оказывая прием странникам, принял саму Святую Троицу, трех ангелов, свидетельствующих вот о откровении Божьем. А здесь мы видим, что апостол Павел останавливается у этого Мнасона Кипрянина. Так, а дальше, собственно говоря, события уже связаны с Иерусалимом. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас, христиане иерусалимские. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Иаков это кто? Это Иаков праведный, брат Господень. Иаков, епископ Иерусалимской церкви. Собрались также пресвитеры, потому что все узнали, что пришел апостол Павел и хотели его послушать. И вот, приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Подробно рассказал о всех миссионерских путешествиях. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. То есть, получается так, что в это время уже тысячи уверовало во Христа. Причем, скажу вам, что для Иерусалима тысячи, ну, видимо, уже, наверное, шло на десятки тысяч даже, это очень и очень существенно, потому что Иерусалим не настолько вот прям уж очень большой город. Сейчас сохранился старый город примерно в границах того времени. Ну, чуть-чуть там, может быть, изменилось. Да, и, конечно, получается так, что очень много иудеев обратилось ко Христу, но при этом сказано, все они ревнители закона. И вот это интересная такая деталь. Получается так, что иерусалимские христиане, обратившись ко Христу, оставались строгими блюстителями ветхозаветного обрядового закона. И в этом вот некоторое такое уже, ну, не то, что расхождение с Павлом, ну, он многих язычников приводил, им закон-то вообще не был нужен, иудейский, обрядовый, а эти строгие ревнители. И сказано при этом, а тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Ну, собственно, Павел, конечно, так радикально не проповедовал, потому что он говорил, что язычникам смысла нет принимать иудейские обряды и обрезываться, а иудеи, ну, тут уж как, во Христе не обрезание, что значит не не обрезание, самое главное, сама вера во Христа, да, и таинство церкви. Тем не менее, слухи какие-то доходили, и в этих слухах Павел представал, как неспровергатель ветхозаветного закона. И вот что бы не было вот этого ненужного противостояния настроя вот этих иерусалимских христиан против Павла, что они предложили? Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышишь, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Это предполагается обед назарейства, которые ветхозаветные обряд назарейства выполняли. Ну, конечно, сейчас немножко так это непонятно, для чего это было нужно. Те, кто принимали обряд назарейства, они воздерживались от вина, вообще от всего, что из плодов винограда, то есть в том числе даже и сока виноградного, не прикасались к мертвым, чтобы совершенно не оскверниться ничем. и они растили волосы как бы в знак своего посвящения всецелого Богу. Сейчас это немножко как-то странно воспринимается, но в те времена считалось так, что назарей, вот народ израильский, это святой народ, выделенный Богу, но среди него выделяются как бы еще такие особые лица назарея, которые ведут особенно святой образ жизни, напоминая всем другим о необходимости вот этой верности Богу, и они обед выполняли в связи с какими-то вот отдельными такими личными пожеланиями. И обед этот завершался чем? Тем, что в конце его исполнения нужно было уже, конечно, прийти в храм Соломонов там острич волосы, специальный такой обряд совершался, волосы остригались, тоже там сжигались с обрядом, и приносилось сразу несколько жертв, то есть там Агнец однолетний, однолетняя Агнеца, потом еще Овен, жертвы мирные, там еще хлебные приношения, в общем, не какая-то отдельная же жертва, а сразу совокупность жертв, что требовало много затрат. И вот поэтому что предложили? Значит, вот есть четыре человека, имеющие на себе обед, взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышаны ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. То есть показать, что Павел вовсе не враг ветхозаветного закона. Он должен вместе с этими четырьмя назареями выполнить обед и как бы помочь им оплатить по существу, оплатить вот эти жертвы, потому что это были слишком затратные жертвы. Приобретать вот этого однолетнего Агнца, потом Агнцу однолетнюю, вот этого барана приобретать и все остальное. Это было очень дорого. А когда кто-то включался в это, получается, что он тоже становится соучастником их обряда. И через это, как думали, как думали, через это снимутся все подозрения на Павла. Да, но если прямо так сказать, через это Павлу была, по сути, оказана медвежья услуга. Почему так? Потому что когда он появился в храме для принесения вот этого обета, именно тогда-то его и схватили. То есть, может быть, чисто по-человечески лучше было вообще поскорее уйти на какое-то время. Но, с другой стороны, что даст наш человеческий расчет, Господь вел все-таки по своему пути, через вот эти узы Павла Господь явил еще больше его проповедь. Да, но иерусалимские христиане продолжили, они сказали так, а об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, имеется в виду лишних обрядов, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавления и от блуда. Это вот, помните, постановление Иерусалимского собора, примерно 50-го года, когда воздерживаться надо было вот от четырех вот этих наименований, от идола жертвенного, крови, удавления, блуда, и не делать другим того, чего себе не желаете. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийские иудеи, то есть иудеи, пришедшие из одной области из Малой Азии, Асия, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, мужи израильские, помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и Эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие, ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима и Фесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Оказывается, пришли в Иерусалим некоторые также иудеи с тех мест, где Павел проповедовал. А там ведь мы читали, постоянно были с ними столкновения. И что мы видим? Значит, сами иерусалимские христиане так вот слышат, что Павел выступает против ветхозаветного закона. И тут появляются асийские иудеи, которые буквально кричат, что вот этот человек повсюду учат против закона. Да еще и Эллина ввел в храм и осквернил святое место сие. А в храм Соломонов строго-настрого запрещалось вводить язычников. Это каралось смертью. Поэтому получалось, что Павла обвиняют в прегрешении, за которое караются смертью. Но собственно никаких язычников с ним не видели в храме, видели в городе Трофиме Ефесянина, обратившегося ко Христу из язычников. Но люди как? Вот они увидели в одном месте, и уже накручивают, что Павел там привел мнительность такая, что Павел и в храм завел таковых. И самое главное побольше обвинения предъявить и побольше кричать, чтобы вызвать такой эмоциональный накал у толпы, и получится, что Павлу и возражать нечего. И собственно вот это получилось. Весь город пришел в движение и сделалось течение народа. А тут надо понимать, что Иерусалим, как вот эти восточные города, там улицы, они очень узкие, площади не такие большие, и достаточно быстро можно какую-то весть разослать по всему городу. Поэтому от одного к другому быстро передается, и тут же весь город действительно приходит в движение, стекаются люди, и схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тут же заперты были двери. Когда же они хотели убить его, уже фактически все дошло уже до того, что надо его умертвить убить, убьют его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. В Иерусалиме стоял особый гарнизон легионеров, который должен был быстро реагировать на подобные возмущения, знали, что иудеи очень склонны к подобным волнениям, поэтому всегда тоже ухо в острое держали, а римская власть, вот как ни крути, это была власть все-таки строгих юридических порядков и строгих законов. И просто так вот допускать, что кто-то кого-то убивает всей толпой не полагалось, потому что если обвиняют в чем-то, значит надо закон обвинять, нужно выслушать, и после этого же ну там или казнить, или миловать, и соответственно тысяченачальник не мог допустить этого беспредела, он тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них, они же на иудеев, они же увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Можно представить сколько досталось апостолу Павлу, собственно и от самих побоев он мог уже умереть, но Господь его сохранил, тогда тысяченачальник приблизившись взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. Значит, двумя цепями, вероятно, каждую руку приковали вот к воину справа и слева, чтобы он не мог сбежать. И спрашивают, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Ну, это бывает, когда толпа людская собирается стихийно из-за того, что кто-то чего-то начал кричать, соответственно, кто-то чего-то выкрикивает, ничего не понятно. Он же, не мог же по причине смятения узнать ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Лука, который видел это все уже со стороны, потому что Лука был оттеснен, как и другие ученики, да, собственно, ничем они не могли помочь. Он видит, что Павла вынуждены были воины буквально заносить по лестнице, ибо множество народа следовало и кричало смерть ему. Очень такие отчаянные люди жили в то время среди иудеев в Иерусалиме. При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал, ты знаешь по-гречески, ну, Павел, конечно, был образованный человек, поэтому он, естественно, понимал, и послания свои писал он по-гречески, конечно же, Павел. Итак, значит, ты знаешь по-гречески, говорит тысяченачальник, так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников? Видимо, вот тот египтянин, это да, это историческое лицо, о нем говорится, что он произвел волнение, мятеж какой-то, около четырех тысяч последовало за ним, и получается, что это египтянин, он говорил на греческом языке и вот пытается как бы идентифицировать тысяченачальник, ты тот или какой-то другой. Павел же сказал, я иудеянин, торсянин, гражданин небезосвестного киликийского города, то есть я, конечно, по национальности иудей, родом с Тарса, с Киликии, прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Павел, конечно, по-гречески знал, но родной был еврейский язык. И вот, к сожалению, глава, не то, что к сожалению, так вот поделили, глава здесь заканчивается, речь Павла она будет, она приводится в 22 главе, а тут мы видим, что хотя Павел претерпел избиение, да, и, конечно же, вроде бы сил у него было мало, и ушибы, кровоподтеки, тем не менее, он готов сейчас вот говорить к своим соплеменникам, соотечественникам. Он все-таки любил иудеев, свой народ, и считал, что спасение народа возможно лишь через принятие Христа как истинного Мессию. Эту мысль он и хотел донести, но об этом уже в следующий раз, а 21 глава на этом заканчивается. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры, храни вас Божие. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,